Вице-премьер Магомед Явлоев Вице-премьером по вопросам безопасности стал Игорь Антонов, бывший советник главы Ингушетии. Глава республики также подписал указы о четырех новых назначениях на министерские должности. Ключевые министерства здравоохранения, промышленности и цифровизации и МЧС возглавят новые лица. Министром здравоохранения стала бывший главврач поликлиники Карабулака Зара Албакова. На должность министра экономического развития назначен Исрапил Гиреев. Минпромсвязи возглавил Адам Кукурхоев. Руководителем регионального МЧС стал Александр Явлоев. В остальных министерствах на должностях остались прежние руководители. В Ингушетии в десятый раз пройдет международный кинофестиваль «Золотая башня». На данный момент идет прием заявок, который продлится до 20 октября. Победители фестиваля будут определены в шести номинациях. Полнометражный игровой фильм, короткометражный фильм, документальный фильм, лучший северокавказский фильм, лучший ингушский фильм, анимационный фильм. Участники мероприятия смогут встретиться с известными российскими актерами, режиссерами и продюсерами. В Казани проходит финал всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литература». Ингушетию представляет Мака Накостоева, победительница регионального этапа, учитель ингушского языка второй школы на Зране. Педагоги представляют на состязании 36 языков народов России. Конкурс продлится пять дней. Церемония награждения победителя и призеров состоится 21 сентября в Казани, а 5 октября в рамках «Большой учительской недели» пройдет чествование победителя конкурса в Государственном Кремлевском дворце. 22 сентября в Ингушетии пройдет шестой марафон «Джейрак», в котором примут участие 300 человек из 32 субъектов и 66 городов России. Дистанции рассчитаны как для новичков в беге, так и для профессиональных бегунов. От детских забегов на 500 метров до классической марафонской дистанции в 42 километра. Правительство утвердило дорожную карту по внедрению практики централизованных закупок, сообщается на официальном сайте. Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабмина Михаил Мишустин. В рамках централизации в роли госзаказчика выступает специализированная организация, которая представляет интересы сразу нескольких структур. В Кабмине отметили, что это позволит избавить госорганы от части административных процедур при проведении тендеров, а также снизить стоимость товаров или услуг за счет большого объема закупок. Комиссия Госдумы по миграционной политике начала готовить корректировки в законодательство по вопросам адаптации мигрантов, их образования и знания русского языка, сообщила вице-спикер Думы Ирина Яровая. По ее словам, изменения будут готовы к следующему заседанию комиссии. Вице-спикер добавила, что разработанные комиссией законопроекта в области незаконной миграции были одобрены Верховным судом. К внесению на рассмотрение Думой готовы пять законопроектов. Все получили положительные отзывы без замечаний, отметила Яровая. Среднемесячные номинальные зарплаты россиян в течение четырех лет вырастут на 35% за четыре года. В Минеке полагают, что среднемесячные номинальные зарплаты повысятся с 88 285 рублей в 2024 году до 119 296 рублей в 2027. В текущем году номинальные зарплаты вырастут на 17,9% по сравнению с предыдущим годом, а в последующие годы их рост замедлится, следует из прогноза. За первое полугодие текущего года зарплаты уже выросли на 18,1% в годовом выражении до 83 582 рублей, согласно подсчетам Росстата.